здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами поговорим о том когда же самое лучшее время для посадки кустов винограда на самом деле последнее время очень часто слышу мнение что самое лучшее пора это осень вот самое самое лучшее открою вам один секрет самый лучший нету для того чтобы определить самое лучшее нам надо было бы взять например два одинаковых саженца а лучшее и не 2 а для того чтобы у нас была нормальная статистическая выборка и высадить часть осенью часть весной при скажем так как вот физики есть термин при нормальных условиях но и весной и осенью мы так или иначе подвержены влиянием погоды подверженным влиянием окружающей среды то есть с одной стороны вроде бы осенняя посадка то что она лучше это логично растение ушло в состоянии покоя она спит и поэтому она как бы и не понимает переследили его либо нет весной просыпается в новых условиях все хорошо ну пошло расти то есть с одной стороны логично весной так или иначе ну для него есть определенные стресс в плане пересадки хотя если мы покупаем саженец закрытой корневой системой и аккуратненько его высаживаем то в принципе тоже ничего страшного нет более у растения есть тоже заложенная команда на то что надо расти но отлично переместили в новое место но мне же надо расти она будет расти то есть тоже вроде как бы неплохо ну ладно мы предполагаем что весной мы больше подвергаем саженец травмам осенью меньше ну казалось бы все логично но давайте вернемся к внешним факторам вот пример сегодня у нас 13 ноября и ближайшую еще как минимум неделю обещают теплую хорошую погоду это плюсовые температуры ночью плюсовые температуры днем периодически дождик ну классная идеальная погода для посадки например две недели назад несколько наверное две или три ночью были заморозки до минус девяти и представляете что вы даже вот этот спящий саженец высаживать она завтра приходит минус девять для растения то все равно стресс и она все равно это чувствует точно также весной хорошо мы посадили например в середине мая такая хорошая влажная погодка идут майские дожди такое среднем мире на солнце все хорошо но последние годы у нас мая бывает приходит такая аномальная жара и засуха что мы посадили у меня даже было что листья орхидеи горели на окне хотя не до этого никогда такого не было пришло на два дня такое палящее солнце который просто на окне спалила листья орхидеи хотя ну до этого они там росли лет пять ничего не случалось и вот мы посадили в эти условия саженец вот он попал под эти условия и они так или иначе на него повлият как осенью так и весной поэтому лучшего времени его как бы нет есть время удачно и либо неудачно вот угадали из погоды посадили в хорошую погоду ну все будет хорошо плюс если у нас еще саженец крепкий хороший ему будет гораздо проще все это перенести чем если он по каким-то причинам чем-то ослаблен такое тоже может быть и именно исходя из нашего опыта то есть мы садили и весной мы садили осенью так вот наши винограды несмотря на то что вроде как бы мы их там садили либо пересаживали в хорошую правильную погоду но им не нравилась пересадка то есть если весной мы садимся ну все все хорошо в 99 процентах случаев если то что мы садили осенью то есть нашим кустам не нравилось и по весне они плохо потом росли ну и в принципе были довольно слабые год у них получался такой ослаблен у нас то наш опыт у нас получилось так у кого там может получиться по-другому потому что он попалась более удачное время для посадки но повторюсь идеального и лучшего времени нету есть время удачное и неудачное и еще и немножко коснусь говорят что если закрытой корневой системой то можно садить хоть круглое лето опять же наш опыт показывает что не совсем хорошо вот то что весной садим до конца мая то хорошо растет развивается а если посадить позже но опять же это связано с погодными условиями нас бывает в июне приходит жара в июле приходит жара то есть с этим может быть связано то что растение не так хорошо приживается не так хорошо себя чувствует как при весенней посадке то есть например для нас мы выбрали что для нас все таки лучшее время это посадка весенняя у кого-то это может быть посадка осенне но повторюсь уже который раз что не бывает лучшего и худшего бывают подходящие условия бывают неподходящие а как определить ну в общем то как как повезет то есть тут только следить за прогнозами погоды наблюдать и тогда выбирать вот это оптимальное наиболее благоприятное время для посадки растения и еще немножко коснусь в этом видео такого момента что в последнее время у меня очень часто стали спрашивать пророщенные черенки по осени я не знаю кто это придумал и откуда это пошло но по мне пророщенные черенки по осени это утопия во первых пророщенный черенок это в принципе уже саженец во вторых если у него там чуть-чуть появились корешки это растение крайне подверженная различным повреждением корни очень хрупкие они очень подвержены влиянием влаги и либо недостатка влаги и всего прочего и более того я говорила об этом уже видео про черенки то есть проращивать черенки по осени если у вас конечно есть фитолампа и зимние теплицы то есть специальные для этого условия и вы понимаете что вы будете это растение создавать ему максимально естественные условия для ускорения его роста это одно но если вы сейчас начинаете просто в квартире дома проращивать черенок либо пытаетесь купить что-то такое пророщенное то сейчас очень короткий световой день в итоге вы получите ослабленное растение очень длинная тонкая ну которому будет абсолютно некомфортно и будет раньше времени его не стоит и честно говоря мое мнение что уважающий себя человек который занимается продажей посадочного материал и не будет по осени продавать пророщенные черенки потому что он понимает когда растению надо расти когда для него самое лучшее время то есть я считаю что гораздо лучше это купить нормальный черенок и прорастить его самому это не так сложно либо по весне например купить уже полноценный саженец который будет хоть с минимальной закрытой корневой системой который уже нормально развивается и который был пророщен в нужное для него время вот это действительно вы получите нормальное растение которое будет расти и вас радовать но на этом я с вами прощаюсь надеюсь что мое видео было вам полезно большому спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пишите с умения и задавайте вопросы под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог моих сортов винограда и на мои контакты а вам хороших посадок и хороших урожаев до новых встреч пока